МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы достичь успеха в бизнесе, надо просто всегда делать чуть больше, чем остальные. Больше учиться, работать, готовиться и, конечно же, мечтать. Бизнес – это как война и спорт. Все равно сила воли нужна туда, как и в спорте. Чтобы стать чемпионом, надо ходить на тренировки. Также в бизнесе, чтобы быть успешным, надо обучаться, надо ходить на работу. Главное – не пропускать и делать четко все по плану, так же, как и в спорте. Ставишь цель – достигаешь. Алибек Сагадинов. 28 лет. Окончил Казахский национальный исследовательский технический университет имени Каныша Сатпаева. Владелец завода по производству полистирол-бетона. Открыть собственный завод – дело нелегкое, требующее упорного труда и веры в успех. Алибек Сагадинов еще в раннем возрасте решил, что хочет финансовой независимости. В 12 лет он работал на арбузном поле, а затем в цехе по выпуску металлических сеток. Вначале я зарабатывал ради забавы, но потом я хотел скопить деньги на компьютер, свой первый компьютер. И буквально за полгода мне удалось каким-то… даже я не работал, копил-копил как-то деньги. Мне давали на школу на пирожки по 100 тенге. И я каждые 100 тенге копил. И вот так буквально через полгода заработал на свой первый компьютер. Не заработал, как бы скопил на свой первый компьютер. В студенческие годы он подрабатывал оператором в интернет-кафе, копил деньги и мечтал о собственном деле. Алибек понял, что хорошо зарабатывать можно только тогда, когда работаешь на себя. После окончания учебы я, как и все, искал работу. Но меня почему-то никуда не брали на работу. Потому что я был без опыта работы. Буквально через полгода я уже начал что-то работать на себя, что-то придумал. Но прежде чем у меня получилось, где-то пять раз я становился банкротом. Магазин автозапчастей и интернет-продажи – киоск с попкорном. Он брался за все, что приходило в голову. Но реализовать идеи никак не получалось. Вагончик изготовил, обклеил. Но не смог его в парк поставить, потому что киоски нельзя было в парк ставить. Из-за этого мне не получилось ее поставить. А потом я пытался заниматься автозапчастями, по интернету продавать, интернет-магазин. Тоже ничего не получилось. Сегодня Алибек понял, в чем состояли его ошибки. Не хватало не только опыта, но и усердия. В бизнесе, как и в спорте, необходимо тренироваться долго, чтобы достичь успеха. На открытие завода он решился по совету отца. Мне отец подсказывал. Он раньше занимался шлакоблоками производства. И всегда говорил, займи, займи, все очень прибыльное дело. Ну, не верил я в шлакоблоки в свое время. Когда вот я панкрот становился пять раз, через буквально где-то два года, ничего у меня не получалось. И через два года я решил заняться полистирол бетоном. А почему полистирол бетоном? Отец подсказал, вот я в Костанае видел, говорит, изготавливать из пенопласта блоки. Попробуй. И я решил. Строительная сфера очень прибыльна, особенно если говорить о выпуске современных материалов. Рассмотрим, как открыть свое производство полистирол бетонных блоков с нуля. Возведение не только надежных и комфортных, но еще и экономических зданий – вопрос сегодня чрезвычайно актуальный. Чтобы решить проблему, требуются материалы, соответствующие многим требованиям. Один из таких материалов – полистирол бетон. Он по своим характеристикам очень близок к дереву. Технология производства полистирол бетонных блоков мало отличается от изготовления обычного цемента или бетона. Разница в составе компонентов. В данном случае используется следующее сырье. Цемент, песок, полистирол, омыленная древесная смола, вода. Основные преимущества – звуковая изоляция, морозостойкость, гидроизоляция. Процесс такой. Мы добавляем песок, цемент, обычный раствор, воду и пенопласт добавляем. Все это мешается, потом переводится до формы. И формы заливаются. На следующий день, когда уже высыхает, мы открываем формы и вытаскиваем на палетах. Основы производства Алибек изучил с помощью интернета. Просматривал видеоролики, сравнивал с российскими методами. А затем решил поставить станки, нанять рабочих и всерьез заняться делом. Три месяца запускались. У меня был первый капитал – 750 тысяч деньги. Вложил, купил оборудование, формы, в аренду. Взял здание. И изготавливали. Это первая прибыль через 4 месяца была. Там 200 тысяч, что ли, первых заказов. И вот так год ели как. Потом что-то с рабочими у меня не было проблемой было. Они пили там, не работали. Я заказ принял, и они не сделали. С трудностями пришлось справляться самому. Алибек надел рабочую форму и принялся выполнять заказ. Найти добросовестных работников ему удалось только через год после открытия. Я смотрел, что они… Главное, чтобы они работали. Главное, чтобы выпускали блоки и не сочковали, не спали, не пили. У нас сейчас человек 15 работают. Ну, главное, чтобы работали. У нас сдельная работа. Они сами на себя как бы заинтересованы изготовить блок. Чем больше, тем лучше. В бизнесе, считает Алибек, важна честность. Нужно вовремя и добросовестно платить сотрудникам. Относиться к ним с уважением. В общем, коллектив дружный. Все нас устраивают. Здесь некоторые ребята уже 6 лет работают. Характер у него спокойный. Помогает нам постоянно. С финансом. Алибек не скрывает и очень рад тому, что родные не только поддерживают его во всех начинаниях, но и мотивируют. Отец помогает советами. А брат своим примером показал, каково это быть предпринимателем. В основном повлиял брат. Он мне дал книгу Роберта Киосаки. И он сам первый начал заниматься бизнесом. И глядя на него, и я начал. Закалить характер и боевой дух ему помог спорт, признается предприниматель. Алибек увлекается тайским боксом, ММА и боями без правил. А в бизнесе, как и в спорте, важно всегда ставить высокие цели и добиваться их. Также эффективное планирование – залог успешного развития любого дела. Прежде чем ложиться спать, все в блокнот записать. Что вы хотите сделать на целый день. И составляйте список примерно, что вы можете успеть за этот день. На следующий день этот список просто зачеркиваете, если вы что-то решаете. Решили проблему – зачеркнули. Решили проблему – зачеркнули. Алибек уверен, что спрос на полистирол-бетон есть и будет. А начинающим в этом деле предпринимателям нужно просто организовать эффективную рекламу своей продукции, и дело пойдет. Ведь не даром говорят, что реклама – мощный двигатель торговли. Свой бизнес он рекламирует через социальные сети. Еще одним плюсом данного бизнеса является то, что на рынок можно войти при малых расходах. А рентабельность здесь всегда будет высокой. Так, за короткое время предпринимателю удалось наладить производство крепких блоков. Они дешевле других на рынке и не уступают качествам. Оборот нашей компании – 15 миллионов в месяц зимой. Чистый доход – 2,5 миллиона зимой. Летом у нас сезон в два раза больше. Маленькие шаги приводят к большим мечтам. В будущем Алибек Сагодинов планирует не только расширить завод и увеличить производство, но и освоить новые направления в бизнесе. Я мечтаю лично в своем производстве добавить линейки, открыть сеть по Казахстану, не только полистирол, бетон, и брусчатку, другие блоки изготавливать. Ну, а так я не думаю, что я занимаюсь делом жизни. Я до сих пор в поисках дела жизни. И вообще мечтаю стать хорошим предпринимателем, стать успешным производственником, большим производственником. Не только здесь изготавливать, в Алмате, чтобы и другие страны что-то производить. Редактор субтитров А.Семкин